Громкие заголовки, яркие цитаты и запоминающиеся видеоролики об Азербайджане в мировых СМИ. Я Даша Тарасова, сегодня в фокусе. Платформа верности. Почему страны закавказского региона не присоединились к санкциям против России? Здесь вам рады, как Азербайджан может стать здравницей для российских туристов? Энергетика будущего. Зачем Азербайджан строит ветряные электростанции? Богатые нефтью страны Персидского залива предлагают технологии возобновляемых источников энергии на Кавказе, а именно в Азербайджане. Американский журнал Forbes обратил внимание своих читателей на начало строительства ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт недалеко от Баку на деньги инвестора из Саудовской Аравии. Электростанция расположится в 45 километрах к северо-западу от Баку. Ее стоимость 300 миллионов долларов. Это первая крупная электростанция на возобновляемых источниках энергии в Азербайджане. Ранее Азербайджан полагался на обильные ресурсы нефти и газа. Автор статьи напоминает, что Баку пионер по добыче углеводородов. Этим здесь занимались еще в 19 веке. Азербайджан имеет долгую историю эксплуатации своих огромных запасов нефти и газа. В 1846 году здесь было пробурено первое нефтяное месторождение. А в 1951 году на мелководье Каспийского моря была построена первая в мире морская нефтяная платформа «Нефтяные камни». Но концепция поменялась. Власти Азербайджана поставили цель к 2030 году обеспечивать 30% потребностей страны энергии из возобновляемых источников. Ветряная электростанция Аквапауэр будет обеспечивать почти 4% общих потребностей Азербайджана в энергии. Это около 300 тысяч домов. Другие страны Персидского залива также хотят принять участие в строительстве новых электростанций. Развивая больше ветряных и солнечных электростанций для снабжения внутреннего рынка, Баку надеется высвободить больше газа для продажи за границу. Сеть трансграничных трубопроводов доставляет азербайджанский газ из Каспийского моря в Турцию и другие европейские страны. И в ближайшие годы спрос, вероятно, будет высоким. Новые санкции в отношении России нанесут ущерб и самим объявляющим их странам. Об этом агентство ТАСС еще до начала специальной военной операции на Украине заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я убежден, что санкционный путь это контрпродуктивно. Конечно, он нанесет ущерб российской экономике. И когда президент Российской Федерации Владимир Путин принимал это решение, наверняка он все это просчитывал. Но это нанесет ущерб тем, кто эти санкции будет накладывать. Потому что второго такого перспективного рынка для экспорта и тем более высокотехнологичной продукции трудно найти. Уже после начала военной операции Евросоюз и США вели самые жесткие санкции в истории противостояния России и Запада, направленные на разрушение российской экономики. Однако не все страны поддержали европейцев и американцев. Государства Закавказского региона, Азербайджан, Турция, Армения, Иран и даже Грузия не стали присоединяться к этим санкциям. Многих удивило решение Грузии, которое вступало в военный конфликт с Россией в 2008 году. Агентство РИА Новости процитировало грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, который заявил, что такие меры повредят национальным интересам Грузии. Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции? Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут. Это вредит нашим национальным интересам. Турция заявила, что не обязана принимать чью-либо сторону после начала российской операции на Украине, предложив провести у себя мирные переговоры, сообщает Дейли Сабах и цитирует министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавашаглу. Мы принципиально не участвуем в таких санкциях, не намерены присоединяться и сейчас. Мы не можем позволить себе принимать чью-либо сторону. Напротив, мы страна, которая может установить равноправный диалог с обеими сторонами. Такое единодушие закавказских стран объясняется новой реальностью на Южном Кавказе, где после 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта ищут пути к миру и взаимовыгодному сотрудничеству. Уже создана платформа 3 плюс 3, в которую входят вышеназванные страны. Грузия игнорировала приглашение, но все идет к тому, что она станет частью новой перспективной торговой платформы. Азербайджан направляет гуманитарную помощь на Украину и обещает бесплатно снабжать машины скорой помощи топливом. Об этом пишет издание Каспиан Ньюс. Два самолета с гуманитарной помощью на сумму более 5 миллионов евро вылетели из международного аэропорта Гейдара-Ли в Баку в польский город Жешув, откуда она будет доставлена на Украину по наземным маршрутам. Азербайджан исторически выступает миротворцем в конфликтах между другими странами. И пока европейские государства снабжают Украину военной техникой, Азербайджан помогает простым людям. Также в Баку предлагали предоставить площадку для переговоров России и Украины. Напомню, что Эльхам Алиев выступал посредником между Турцией и Россией, когда турецким пилотом был сбит российский военный истребитель. Азербайджан обнаружил в Нагорном Карабахе массовые захоронения. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Если Азербайджан за короткое время смог выявить и найти их на освобожденных от оккупации территориях, то армянская сторона, совершившая эти деяния, лучше осведомлена об этом. Поэтому нелогичное объяснение Министерства иностранных дел Армении по поводу пропавших без вести не могут иметь под собой никаких оснований. Мы уверены, что международное сообщество не примет этого. Азербайджан продолжит свою деятельность в этом направлении. Азербайджан уже не раз поднимал вопрос о предоставлении Армении информации о захоронениях пропавших без вести. Ранее в наших программах мы рассказывали о пяти тысячах пропавших без вести с обеих сторон во время Первой Карабахской войны. Также в Азербайджане расследуют преступления против азербайджанцев. Азербайджан объявил бывших президентов Армении в розыск за преступления, совершенные в Первой Карабахской войне. Военная прокуратура Азербайджана объявила бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в розыск. Они привлечены к уголовной ответственности и находятся в розыске по соответствующим статьям Уголовного кодекса за пропаганду убеждения, что Карабах принадлежит Армении и там должны жить только армяне, а также принятие незаконных решений о провозглашении Нагорно-Карабахской республики и отмене Конституции Азербайджанской республики на этих территориях 2 сентября 1991 года. Тем временем Генеральная прокуратура Азербайджана работает над тем, чтобы привлечь к ответственности главу так называемой непризнанной республики Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, который мог отдавать приказы об обстрелах города Гянджа во время Второй Карабахской войны. За время войны в азербайджанском городе Гянджа было совершено 4 обстрела. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. В социальных сетях ответственность взял на себя Арутюнян. Российские авиакомпании после запрета на полеты в Европу могут переориентироваться на другие направления, в том числе и на Азербайджан. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В настоящее время 9 российских авиакомпаний осуществляют свыше 50 рейсов в неделю между городами России и Азербайджана. Кроме того, 4 авиакомпании планируют открыть рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы в Гинжу, Линкарань и Нахчеван. Портал об авиаперевозках Simple Flying сообщил, что сразу две авиакомпании запускают полеты из Санкт-Петербурга. Бюджетная авиакомпания SmartAvia объявила о возобновлении полетов в столицу Азербайджана Баку. Рейсы будут выполняться один раз в неделю из петербургского аэропорта Пулково, начиная с 5 марта. Другой российский перевозчик Northwind Airlines выполняет рейсы из Санкт-Петербурга в Баку два раза в неделю, отправляясь по вторникам и пятницам. В этом году между Россией и Азербайджаном планируют открыть морской круиз по Каспийскому морю. Российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников сообщил, что первый российский круизный лайнер Петр Великий, который был построен в Астрахани, проходит водные испытания. Есть большая вероятность, что круизную программу запустят уже в этом году. К прямому сообщению Азербайджан может стать хорошей альтернативой европейским странам. А аэропорт Гейдара-Алиева будет транзитным хабом для туристов, которые все-таки захотят посетить страны Старого Света. Вот таким увидели Азербайджан мировые СМИ на прошлой неделе. Пока.